Продолжение следует... Поговорить по одной из таких серьезнейших тем о Боге любви. Кстати, вы учтите, что это один из тех вопросов, в отношении которого к нам предъявляют очень немало претензий представители других религий. И эти претензии, я надеюсь, вам понятны. Они, так сказать, с двух сторон. С одной стороны, говорит, какой же это любовь, когда столько в мире страданий. Другая претензия, которая, кстати, особенно прозвучала достаточно настойчиво и сильно. Я помню, когда мы встречались с мусульманами Ирана, там, в Тегеране, когда они прямо сказали, что ваше утверждение о Боге любви, оно же уничтожает один из основных принципов существования человеческого общества. Какой? Принцип справедливости. Ибо если поступать по любви, то в таком случае как может сохраняться нормальная общественная жизнь? И ещё, что их наиболее беспокоило, это о том, что как же тогда мы можем понять необходимость возмездия тем преступлениям, которые мы уже здесь осуждаем, и которые не могут получить себе иной оценки, как только отрицательной и требующей возмездия. Вот эти вот, видите, вот эти две стороны. Ну, мы с вами попытались в прошлый раз сказать в отношении одного, что Бог никого не наказывает. Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем. Бог, если хотите, не награждает, даже не награждает. А только человек, приобщаясь Ему, приобретает всё большее освящение, если хотите, святыню. Он больше восходит в самом главном, в самом главном. И вот сказав, что Бог есть любовь, и человек, оказывается, оказывается, может приобщаться, приобщаться и становиться сам. Как, знаете, как Ивановский светлячок. Знаете, что такое Ивановский светлячок? Когда он там в июне, в июле, смотришь, если поздно ночью в лесу, смотришь, из-под листика красивейший зелёненький яркий фонарик горит. Яркий-яркий и зелёный. Такая красота. Видите, он сам по себе. Солнца нет. Это уже не отражение чего-либо. Он сам светит. Так вот, и человек, оказывается, приобщаясь к Богу, может становиться постепенно вот этим Ивановским светлячком, который излучает из себя этот прекрасный, тот же прекрасный свет, свет любви. Так вот, оказывается, Бог только врач. Врач. Он может только лечить, но не наказывать. Грех не есть преступление, за которое следует наказание. Я особенно обращаю, друзья мои, вот на это ваше внимание. Грех – это не преступление, за которое следует наказание. А грех – это рана, которая требует лечения. И Бог – это не судья, который наказывает и определяет меру наказания. А Бог – это врач, который указывает лекарства и средства, с помощью которого человек может, соучаствуя сам, слышите? Только соучаствуя сам, может приобрести исцеление от этой язвы. Соучаствуя. Пользуюсь случаем, чтобы, еще раз вам напомню, что основным стержнем православия является идея какая? Синергии. Никакое прошение к Богу, никакое таинство, слышите? Не может дать человеку ничего, если не будет соучастия человека. Вы слышите? Ничего. Ни богослужения, ни посты, ни молитвы, ни таинства. Ничто не даст человеку благо, если не будет его личного соучастия, свободного обращения. Да, я хочу этой святыни. Я хочу этой истины. Истины. Я хочу этого. И помоги мне, Господи, в этом. Только при этом условии наше любое деяние, наше доброе деяние, при общении таинством любым, может иметь значение. В противном случае, в противном случае, все обессмысливается в лучшем даже случае. Вы слышите, что я говорю? Какую ужасную фразу. Все это обессмысливается в лучшем случае. То есть, принятие таинств, посещение богослужений, добрые дела, в лучшем случае обессмысливается. На самом же деле, как правило, увы, это становится орудием самоубийства человека. Самоубийства человека. Какого? Ну, надеюсь, вы теперь понимаете, какого. Таинство можно принимать во вред себе. Оттого многие из вас болеют и умирают. Это относится, вы думаете, к таинству Евхаристии, что ли, только? К любому таинству. Ибо в любом таинстве человек соприкасается с огнем поедающим, которым есть Бог. Человек может впать в гордыню, в мнение о себе, оттого, что я такой, сякой и немазанный. Вот ужасные вещи, которые ожидают человека, приступающего, кажется, живущего чисто внешне православной жизнью, но не соучаствующего, сам, сам не соучаствующий в этом. Поэтому очень важно, приступая к любому делу, к любому таинству, к любому благому делу, приступать как? Господи, Господи, я хочу исполнить Твою волю, а не свою. Во-первых, я по заповеди поступаю. Не хочу творить греха. Услышите? Ой, как важно это обещание! То есть желание вот это. Я не хочу греха, я хочу вот этого добра, о котором ты возвещаешь. Только при этом условии отречения, внутреннего отречения от зла, желания отречения, и, если хотите, стремления, даже могу сказать, ну, обещание, как это бывает при крещении, и при таинстве крещения, только при этом условии таинство становится благодетельной силой для человека, освящающей человека. Его добрые дела становятся действительно средствами любви, опять-таки, очищающими человека. Вот только при каком условии! Я, наверное, еще не раз буду говорить об этом, и вы, наверное, понимаете, почему. Мы воспитываемся в другом, в этом католическом отношении, католическо-протестантском. Я тебе, Господи, ты мне. В языческом каком-то воспитании. Главное – принять таинство, и все в порядке. Как будто мышь, мышь, съевшая кусочек причастия, упавшего, как будто она причастилась. Что за чепуха? Человек, ты богоподобен, ты свободен, ты личность. И беда, когда ты подходишь к таинству, как неразумные животные. Тогда все последствия мы получаем на самих себе. Так вот, это очень важно. Это очень важно, друзья мои. Я просто не жалею времени, чтобы только мы это поняли и осознали. И вы передайте это дальше. Иначе вы посмотрите, как впадает народ в язычество буквально. Главное – сделать. Что? Что поцеловать? Куда съездить? Какую святыню? Какой иконе молиться? И так далее. Ай-яй-яй! Доходит до абсурдов. До каких? Я же вам рассказывал, когда я в одном огромном церковном собрании спросил, кому надо молиться от пьянства? Так строго. Весь хор, весь зал, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно. Не вздумайте молиться. И Казанской, и Тихвинской, и Владимирской, и так далее, иконе. Все. Я говорю, что? До чего дошли. За иконию молимся. Через эту, оказывается, только икону благодать может подастся. Иначе перед другой иконой уже Божья Матерь не поможет вам. Вот до чего мы доходим, оказывается. Вы слышите, как можно под внешней всей формой православия, кажется, сползать в самое настоящее язычество. В самое настоящее. Это нужно, друзья мои, это надо, это нужно очень хорошо понимать. Понимать надо хорошо, объяснять это надо. Потому что учтите, что народ не знает ничего. Он не учится в школах. Да и некогда ему. И если мы не будем этого объяснять, вот за это мы тогда пострадаем самым тяжким образом. Ибо промыслом Божиим, неизвестно нам, мы вдруг оказались вот поставленными на это дело. Нас сажают за руль, а мы вместо того, чтобы ехать по дороге, в обрыв или в болото, или неизвестно куда, ведем машину. Представляете, что мы будем? Вот так. Так что, видите, оказывается, какие вещи, когда мы говорим о Боге любви. Всюду принцип синергии. Кстати, хочу вам сказать, я участвовал по множеству встреч с протестантами. Как только доходит до утверждения в документе, в документе, на бумаге поставят слово синергия, что вы, что вы, ни в коем случае. Поднимается шум и протест. Если мы поставим этот документ, наши делегации поставят, нас там в церкви не знают, что с нами сделают. Никакой синергии. Вы слышите? Что такое синергия? Для протестантизма вопрос ясен. Бог нас уже, Христос нас спас. Ясно? Он нас уже спас. В это только просто надо верить. А личное участие, личное соучастие, в частности, нравственное соучастие, это страх наводит. Страх. Как это такое? Я должен что-то делать. В результате происходит, происходит неуклонное, и это естественное, закономерное, деградация не только духовное, но и нравственное. Жизни. И нравственное. Вот сейчас я был в Австрии, Германии, да, и вот там уже сказали, что вот я перед вам говорил первому курсу, и вам говорю это то же самое. Уже там, там нет все там сауны, бани, бассейны, все двуполые. Понятно, что такое? Дикари и те опоясанье делают. Так называемые дикари. А вот тут уже сверхдикарство. Голиком ходят друг при друге. Вот до чего докатились мы. Вот какое, какой уже, я бы сказал, противоестественное совершенное. Это безобразие, изуверское уже отношение к человеку. Полное снятие стыда. Вот так, друзья мои. Ну что же, вы помните, какой вывод мы сделали, и вывод очень важный, что учение о Боге, любви в таком виде, в такой форме, в таком утверждении, которое мы находим в христианстве, нигде нет. Ни в одной религии. Более того, оно вызывает какой-то внутренний протест даже у других. Справедливость, в конце концов, да здравствует, а не любовь. А наше всё православное учение говорит примерно так. Справедливо – это компьютер, машина, железка, а не человек. Помните, вам приводится Ака Сирина, что справедливость и милосердие в одной, в одной душе, что львица с овцой в одном помещении. Милосердие и справедливость противоположны даже, говорит он друг другу. Подумайте даже, какие вещи! Да. То есть, в том смысле противоположны, когда мы забываем о любви, поступая справедливо. Только в том смысле, а не в том, что значит, мы должны быть несправедливы и таким образом осуществим любовь. Хорошо. Так вот, не могло возникнуть учение о Боге и любви ни в иудейской среде, так вы знаете. Потому что в иудаизме вы знаете, какой принцип разделённости между иудейским народом и прочими народами. Какого характера разделённости. Какое там мечтание о себе, как об особой избранности и прочей ничтожности прочих. Не могло возникнуть. Вы же помните эту среду, которая возникла в христианстве. В иудейской среде не могло возникнуть такого учения. Не могло. А в языческой, что говорить? Мы знаем, о какой любви там говорили боги языческие. Прекрасно знаем. То есть, то вот, о чём сейчас мы только что с вами говорили, что происходит на Западе. И действительно возникает вопрос, откуда, кто же мог придумать такое? Да ещё такая любовь до креста. Как могло возникнуть такое учение? Кому в голову могло прийти это? И сами, кстати, апостолы, как мы видим в Евангелии, часто не понимали этого. Поняли только потом, и я бы сказал, просто даже неожиданно. Действительно, после Дня Пятидесятницы стали понимать это. Вот эта вот беспрецедентность этого учения является одним из сильных аргументов божественного происхождения христианства. Только действительно Бог мог дать это. Это учение. Открыть. Только Он мог сам открыть о себе. Человек этого придумать не мог. Человек, особенно те человеки, которых мы называем апостолами, учениками Христа, они записали то, что сказал им. Вот Он, Христос. И потому мы говорим, что Он не просто человек, Он Бога-человек. Вот это, друзья мои, так сказать, один очень важный момент. Не забудьте, это сильный аргумент. Особенно сейчас, в наше время, когда это пытается принцип толерантности осуществить таким образом, чтобы поставить все религии на один уровень, вы слышите? Я понимаю в плане политическом, это всё понятно. Государство и должно так мыслить. Но когда будет религиозное, ум так мыслит, что все религии одинаковые, так, все они равноценны в плане сотериологии, то есть спасительности, что все, оказывается, они, в принципе, одни и те же. Здесь, по отношению к христианству, мы совершим крайние преступления, другие религии, они земного происхождения. Вы слышите? Элементы там есть, может быть, сохраняются ещё того общего божественного правооткровения, которое дано людям, но все основные их принципы и устои, вы слышите? Все основные, а не какого элемента? Чисто земного, ветхого, ветхого. Я вам говорю, самый высший принцип справедливости. Всё. Поэтому уравнять это с христианством, которое прямо имеет вот аргументы божественного происхождения, это значит, значит сказать, что небо и земля – это одно и то же. Поэтому вот этот принцип сейчас, который проводится во всемировом масштабе, попытка уравнять всё это, это принцип, при котором только христианство может быть уничтожено. Не внешне, нет-нет, не внешне. Всё внешне будет тоже. Будет католицизм, протестантизм, православие, всё-всё это, пожалуйста, вам на здоровье. Суть выветрена будет. Вот беда. Вы знаете, с каким напряжением сейчас прям надо быть? Охватывают, как скалы нас, вот, готовы раздавить сейчас. Раздавить христианство и превратить его в одну внешность эту. Если хотите, в язычество. Свести к язычеству просто хотят. И очень важно нам устоять и удержаться. И не надо смущаться этим. Апостолу была вообще кучка. И не побоялись. И говорили. И смотрите, что сделали. И нам не нужно бояться. И мы должны это проповедовать. Должны удержать христианство от сползания, которое всюду, всюду, как с гор, знаете ли, вот эти потоки грязевые идут. Хорошо. Ну, теперь я скажу о простых вещах. О простых вещах в каком смысле? признание которых оно нам необходимо лишь как условие для понимания, во-первых, того, что христианство – это неземная религия. Это очень важно. И для признания основной христианской истине о Христе. Для этого. Для признания о Христе. Вот учение о Боге Троице. О Боге Троице. Не само по себе оно важно для нас. Ибо никогда мы о Боге не можем знать по существу ничего. Вы знаете, у Максимилиана Волошина такой, был поэт, может быть, знаете, начало 20 века, да, у него есть такие слова. «Когда я говорю о Боге, мои слова подобны льву ослепшему, что ищет источника в пустыне». Очень мне нравится. Это действительно точно. Да, когда я говорю, но когда Бог мне говорит, это совсем другое. Одно дело, я действительно слепой, другое дело, Бог говорит. Здесь мы получаем действительно источник. Настоящий источник. Так вот, учение о Боге Троице. Почему мы с вами на апологетике вдруг касаемся этого вопроса? Причина опять вам совершенно понятная. Если вы обратитесь к истории атеизма, атеистической литературы, которая вот совсем еще недавно выражала голос единственно научного мировоззрения, атеистического, нам важно показать, ответить на совершенно такой прямой выпад, что учение христианское о Боге Троице есть ничто иное, как продолжение тех же идей, которые мы находим в дохристианскую эпоху. То есть, это христианское учение имеет чисто человеческое происхождение. никакого тут откровения, ничего тут божественного. Вот на это, на это, если мы сможем это ответить и показать, то это будет, кстати, еще одним аргументом, аргументом, если мы покажем это не человеческое изобретение, еще одним аргументом, свидетельствующим о божественном происхождении, следовательно, истинности христианства, где Бог, там есть истина. Ибо Он есть истина. Итак, что можем мы по этому вопросу сказать? Первое, что это является тезисом, который попытаемся мы обосновать, обосновать, знаете, как в теоремах. Попробуй, пифагоровые штаны ведь во все стороны равны, да? А докажите это. Так вот, и здесь тоже. Утверждается уже не атеистической мыслью. А если вы обратитесь к истории, к самим истокам христианства, с чем вы встречаетесь? Вот это учение христианское о три ипостасности Бога подверглось самой резкой критике со стороны иудаизма, где не просто монотеизм, и мы монотеисты, а где моноэпостасное божество исповедуется. Моноэпостасное единоличностное. Поэтому христианское учение о три ипостасности Бога, это уже было ересью из ересей. И воспринималось оно, и, кстати, воспринимается и до сих пор представителями как иудаизма, так, кстати, и мусульманство, и мусульманство как учение о трёх личности или, если хотите, три божии христианства. В иудаизме, то есть, полное было отрицание и больше ничего. В язычестве мы находим несколько другое отношение. Другое. Там понимали, а, три личности, всё ясно, ну да-да, нет, нет, пожалуйста, у нас тоже сколько угодно говорится о трёх богах. Есть проблем, нет, мы с вами друзья. Говорим, как друзья? Ну, а так, у нас тоже самое мы исповедуем. И, что нам предлагалось? Есть несколько, вот, я бы сказал, типов языческих представлений о так называемых божественных триадах. Божественных триадах. Самая основная мысль у них, я бы сказал, самая основная триада, которая более всего, ну, является распространённой в языческом сознании, это семейные. Вы же все проходили самое основное богословие, и вы должны помнить, вы прекрасно помните великое имя фейербаха, да? Великое, да, я шучу, который утверждал, что все религиозные представления о Боге, о богах, чем, являются ничем иным, как только проекции нашего земных понятий и представлений о человеке, если хотите, даже о природе, о функциях человеческого дела. Куда? Проекцию? Туда, туда, вверх, бесконечность. Всё, вот и всё. Боги – это те же проецируемые люди, и больше ничего. Человек имеет ум, а боги гораздо более сильные. Люди мечтают о бессмертии, боги вообще бессмертны, ну, и так далее. И поэтому мы находим в языческих богах все свойства человеческие, причём не только добрые, но и самые худые, вплоть до самых отвратительных. Всё там есть полный пантеон добра и зла. Я не знаю, в связи с этим, надо ли говорить о том, о катафатическом и апофатическом так называемых богословиях. Вы, наверное, вам объясняли это, может быть, и я говорил, не помню. Ну, напомню, чтобы всё-таки кратко, да. Апофатическое отношение или принцип понимания Бога заключается в чём? Мы о Боге ничего не можем сказать языком человеческим. Любое слово, любое понятие, вы слышите, любое понятие. Оно будет ничем иным, как ограничением того бесконечного духа, которым является Бог. Бог не сопоставим с нашими человеческими вот этими вещами и реалиями. Он есть некто иной. Просто некто иной. И вот теперь, благодаря, я бы сказал, новым открытиям в области познания материи, у нас имеется возможность апеллировать к научным достижениям и показать. Видите, даже в области материи мы, в конечном счёте, проникая вглубь её, наталкиваемся на такие явления, которые совершенно невозможно выразить с помощью нашего вот этого вот обычного ну, макропространства, что ли, обычного вот этого опыта, здравого опыта, обычного житейского опыта. Нет слов для выражения тех реальностей, с которыми мы встречаемся там. Где там? В материи. В материи, о нигде-нибудь не подумайте. Ни в какой-то мистике, ни в религии, ни в чём. В материи. Как туда проникаем? Что такое? С чем сталкиваемся? Да, мы сталкиваемся с такими явлениями в области материального мира, которые абсолютно невозможно понять, исходя из нашего вот этого опыта. Просто невозможно понять. И учёные чего только не придумывают, чтобы как-то нам дать представление. Не только нам, и самим. Как бы это выразить в наших понятиях то, что открывается там. Бьются бедные и не знают, что делать. Так вот, это говоря о материи, тем более, когда мы попытаемся сказать о Боге. Оказывается, нет никаких слов, с помощью которых мы бы могли по существу определить Бога. – Обратили внимание, я какое слово произнёс? Определить. Поставьте ударение. Перенесите ударение. Определить. Поставить предел беспредельному. Невозможно. Апофатика и заключается в том утверждении, что все наши слова и понятия, с помощью которых мы попытаемся говорить о Боге, в конечном счёте, в конечном счёте сужают, обмельчают, искажают даже наше представление о Боге. Поэтому лучшее, наиболее точное высказание о Боге – это какое? Молчание. Молчание. Он может переживаться человеком. Может переживаться человеком и переживается, но выразить это невозможно. Для того, чтобы это было не так уж темно, скажу вам, не удивляйтесь, мы не можем сказать, что такое красота. Не можем. Переживать мы это? Ой, как можем! Мы не можем сказать, что такое любовь. Переживать можем? Да. сказать словами – абсолют будет абсурд. То есть, всё то, что касается наших духовных состояний, оно непередаваемо языком, то есть, с помощью понятий. Это реальность элементарная. Потому апофатический, так сказать, взгляд на Бога верен, 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 но. Но почему? Если мы так отвергнем возможность как-то высказываться о Боге, то мы тогда потеряем просто религию как таковую. Потому что мы должны говорить, иначе мы должны просто молчать. Мы сказали слово Бог, мы уже сказали слово. и не имея никакой возможности определить, определить, что это такое, мы, тем не менее, что называется, изнутри ощущаем. Самый неверующий человек ощущает, что идёт вопрос о, о, он ощущает о, дальше. И всё. Без представления о том, в каком же направлении должно осуществляться мышление человека и жизнь человека, религии потеряет всякие смыслы и значения. Поэтому мы находим, Бог есть любовь, а не ненависть. О, уже понятно. Бог есть разум, премудрость, а не безрассудство и глупость. Кстати, как часто, как часто это люди, не желающие в чём-то разобраться, да, начинают нам говорить о том, что вот простой человек скорее будет достоин Бога, чем образованный. А мы говорим, не этим определяется достоинство. Не невежеством и не образованностью. Сколько угодно образованнейших людей. Василия Великого, знаете, как называли? кораблём, полностью загруженного драгоценностями. Представляете? А его родного брата, Григорий Низского, Седьмой Вселенский Собор назвал отцом отцов. Представляете? То есть, мы встречаем множество людей, которые действительно имели потрясающее образование, уровень знания. Бог скрывается ни в том и ни в другом. Знание того, по какому пути идти, совершенно необходимо человеку. Бог есть смирение, а не гордыня. Опять какая велика истина! Так называемое катафатическое богословие ориентирует человека на что? На правильный характер жизни, правильный, с помощью при котором человек может действительно переживать верно, правильно того, кого мы называем Богом. Катафатика дает верное направление. Это любовь, ведь хотите даже это правда, о которой мы с вами говорили, это смирение, это святыня, а не грязь и так далее. Вот эти понимания этих вещей, оно крайне необходимо вот когда мы теперь касаемся таких вот понятий о Боге, о Боге, каков Он в своем существе, то мы должны понять такую вещь. Нам открыто только кое-что. И то, что значит открыто, но дано на нашем понятийном уровне то, что может нас правильно ориентировать в понимании христианской веры и христианской жизнью. Верный дает направление, вектор, именно направление, как компас. Компас нас не сдвигает с места. Правда же, он ничего еще не делает, но он указывает верный вектор. Вот это очень важно, важно в понимании Бога. И вот, в частности, христианская истина о Боге Троице относится к этой категории. Оказывается, это откровение Бога о себе. Оно не является человеческим измышлением. Так? Ну, давайте сравним. Итак, основная триада всего язычества, Средиземноморья первого столетия, когда возникло христианство, как представляло себе божество? Были триады? Да, были. Это семейные триады. Суть их очень простая. Бог-отец, богиня-мать и божонок. То есть, божонок, я не знаю, слово такое есть или нет? Или как это сказать по-русски? Ну, потом подскажете мне. Божоненок? Опять не то. Ну, вот видите, вот можешь так вот ошибиться, не впасть, да. Ну, божонок, да? Да? Так вот, вот, вот каково представление. И в этом никто не сомневался? А как же еще может быть? Триада? Триада. Любая семья триада. Там не важно, сколько божонят. Это не имеет уже значения. Главное, они занимают третье – это место. Вот так. Схема откуда появилась? Ну, совершенно естественно, понятно. Наши естественные представления о жизни мы переносим в область божества. Хорошо, это или плохо? Сейчас это вопрос другой. Но только именно такое было представление, если хотите, о, ну, если можно назвать эти троицы, ясно, что это лучше сказать, триады, вот это слово. Но только сопоставьте вы теперь это крестьянским учением до троицы, и вы, конечно, поймёте, куда мы попадаем. Просто ничего общего. Ну, совсем ничего общего. Кроме некоторых слов и больше ничего. Вам понятно. Ну, отец – ладно, отец, хорошо. А дальше-то что? На втором-то месте должна быть мать, правда? А тут сын. Что за искажение естественного порядка? Третьим должен быть сын. А там какой-то дух святой. Абсурд. Но ещё какой-то абсурд, на котором настаивают, за которые страдают до смерти. Всякое отклонение, от которого называют ересью, соборы даже целые собираются, решительно отстаивают. Именно так, отец, сын и дух святой. Совершенно непонятное, причём, упорство, на котором настаивает, в данном случае, христианство. Семейная триада говорит о чём? О трёх богах при этом. А христианство опять настаивает с поразительной настойчивостью. Нет, не три бога, один. Это же абсурд! Ведь три же! один. Говорится о единосущие при трёх ипостасе. Причём, им настаивается, им же говорят, ну, как же понять это? Отвечают, не знаю, как понять. Мы утверждаем это только по одной простой причине. Так открыто и всё. Так открыто. Это так. А если хотите как понять, по-разному это. Есть разные у святых отцов толкования, вы, наверное, проходили по догматике эти вещи. Различные образы, аналогии. Но, конечно, самые совершенные аналогии, самые совершенные и, видимо, самые правильные понимание троицы является, конечно, через понимание человека, потому что он и только он назван образом и подобием человека. Вот так. Только он. И эту аналогию мы находим у целого ряда отцов, у целого ряда Григория Богослова, Максима Исповедника, Семённого Богослова, у наших русских Игнатия Бринчанинов. Это одна и та же мысль проводится. Ум человека ум рождающий мысль или слово, потому что греческое слово логос, это есть и слово, и мысль, переводится. Рождающее слово ум, ум рождающий слово, и дальше дух человека, дух. То есть, если хотите, это нравственная атмосфера или нравственная сила, нравственное свойство, присущее человеку, ибо ум может быть и дьявольским, и ангельским, и слово может быть и прекрасным, и отвратительным, а дух, дух, то же самое может быть и положительным, и отрицательным. Единство их, их единство, которое осуществляется, если хотите, в чём? Вот в самой личности собирающей их. Их единство безусловно в человеке, в человеке, но это единство может иметь различный характер. При, оказывается, правильной христианской жизни они становятся действительно едиными, но они могут быть и разделёнными, как щука, рак и лебедь, когда ум говорит одно, сердце влечётся к другому, а тело плюёт на них обоих. Пошли, вы знаете, куда? Вот так. Щука, рак и лебедь в полном смысле слова. Вот это вот у нас расщеплённость эта, которую мы ощущаем в себе. А ведь на самом деле, когда человек понуждает себя в христианской жизни, всё это собирается воедино. Не дару Макария Египетского есть такое интересное выражение, что церковь есть и собрание многих, и одна душа. Встречали когда-нибудь такое, что церковь есть одна душа, ибо и одна душа, когда собирает все помыслы воедино, тогда она становится вот той церковью, которая освящается Богом и является вселением, вселением Бога в ней, собиранием помыслов. Что значит собиранием помыслов? Не думайте, когда мы будем собирать помыслы о шахматах, то уже душа воедина. Тут, наверное, проку мало будет, тем более, если ещё о чём-нибудь похуже. Речь под собиранием помыслов, разумеется, собиранием помыслов в Боге, когда человек постепенно приучает свой ум и свою душу собирать помыслы в молитве, тогда происходит вот это, вот это, если хотите, освящение души. Происходит то, о чём ещё, о чём говорят отцы, о боженее человека. Тогда человек начинает причащаться к божескому естеству, как пишет апостол Пётр. Вот, когда оно, происходит это единение, и душа становится, тогда душа является церковью. Так вот, не три Бога мы утверждаем. Прямо единого Бога. Единство чем осуществляется? Вот этот любовь, Бог есть любовь. Любовь всегда объединяет, вражда всегда разделяет. Надеюсь, что эти-то вещи уж легко понять каждому человеку. Как теперь понять, что три и одно? Ну, примерно, вот, я вам, по-моему, приводил, не помню, когда я выступал в мечети одной однажды, ну, так случилось однажды, то я перед мусульманами, выступая, сказал, что долгое время в истории считал, что атом – это неделимый. Атом – слово греческое значит неделимое. И считали, что он действительно – это последняя элементарная частица, из которой построено всё, но потом открыли, что, оказывается, в атоме целый мир. Вот так и здесь, я говорю, да, мы верим так же, что Бог единица, но в которой присутствует целая божественная жизнь. Бог – не самозамкнутая монада, которая находится сама, так сказать, в себе, всё, нет. Христианское это учение от Троицы открывает потрясающую вещь. Оказывается, Бог – это есть любовь триипостасная. Вот, оказывается, почему человек назван образом Божиим. Мы не самозамкнуты, мы все призваны к этому единосущию друг с другом, призваны все к единосущию, ибо будет Бог всяческое во всём, говорит апостол. Будет всё во всём. Мы призваны к тому же, мы члены оказывать тело Христова Церкви. Вот, оказывается, что. Вот это вот, может быть, первое, о чём стоит сказать, но у меня есть одно интересное тут замечание, которое для вас, я надеюсь, будет небезынтересным. Как в древности, так и в настоящее время постоянно делается попытка, попытка следующая ещё, что рассматривать Дух Святой как женское начало в божестве. Представляете? Ну, надо же найти в конце концов, ну, что это такое за чепуха? Отец, сын, а где же она-то? Не можете себе представить, как же это такое? и всю историю. Пратестантское богословие пошло по этому пути достаточно далеко. Я помню, с одним где-то встречался, и мы дискутировали, причём все замерли, это было очень интересно. протестантом, который придерживался точки зрения Мольтмана, одного из протестантских богословов, о том, что Дух Святой является женским божеством. Эта идея, эта идея, так сказать, ну, всплыла опять, хотя и в древности она была. И вот, что сейчас из себя представляет эта идея? На ассамблее в Канберре это ассамблея Всемирного Совета Церквей. Ну, вы знаете, что такое эти ассамблеи? Там собирают несколько тысяч человек. В общем, во Всемирный Совет Церкви входит порядка трёхсот с лишним этих христианских отдельных церквей, так, ну, знаете, кумический язык церкви, вам понятно. Любая община, называющая себя церковью, она есть церковь, так сказать, церковь. Так вот, вот там. И вот на ассамблее в Канберре в частности прозвучало, наконец, откровенно, со всей силой и никем не было даже осуждено. Следующая идея. Одна там пасторша откуда-то из или из Китая, где-то из Азии, я уже сейчас не помню, но она выступила с ярким, сильным словом. Ассамблея была из Южной Кореи, да, пресвитарянка из Южной Кореи. Тема ассамблеи была «Приди, Дух Святой, обнови все творение». Правда, же хорошо как. А вот я вам прочту несколько заключительных строк из пленарного доклада этой особы. Пленарный, вы слышите? Кстати, учтите, что пленарных докладов на ассамблеях бывает очень мало. Ну, порядка, я не знаю, трех-четырех, совсем немного. Это дается только самым таким уже людям авторитетным выступить на пленуме. А остальные выступают там в секциях, под секциях, и там миллион всякой всячины. И вот это пленарный доклад был этой пресвитарянки из Южной Кореи. Вот теперь я прочитаю, что она говорит. Для меня образ Святого Духа проистекает из образа Квань-инь. Её почитают, вот эту Квань-инь, её почитают как богиню сострадания и мудрости религиозной женщины Восточной Азии. Она бодхисаттва просветлённое существо. Она может входить в нирвану в любое время, когда пожелает. Её сострадание ко всем живым существам заставляет её оставаться в этом мире, чтобы дать возможность другим людям достигать просветления. Её сострадательная мудрость исцеляет все формы жизни и даёт им силы плыть к берегам нирваны. Это говорит пресвитарианка к берегам нирваны. Возможно, это могло бы стать также и женским образом Христа, перворождённого среди нас, того, кто идёт впереди и приводит с собой других. Уважаемые сёстры и братья, с энергии Святого Духа сломаем же все стены разделённости и культуры смерти, разделяющие нас. Разделяющие нас в смысле конфессии христианской. И давайте участвовать в политэкономии жизни от Духа Святого, борясь за нашу жизнь на этой земле. Сильный ветер Святого Духа дует нам в лицо. Будем же приветствовать Её. Вы слышите? Сильный ветер Святого Духа. Будем же приветствовать Её, то есть, Святого Духа. вступая в Её дикий ритм жизни. Приди, Дух Святой, обнови всё творение. Аминь. Я специально вам взял, чтобы вы представили себе, что сейчас происходит в протестантском мире. Вы слышите, что творится? Вы что думаете, что гробовое молчание, да? бурные овации. Что? Такое откровение. Это очень здорово. Квань-инь оказывается у нас. И Христос, и Дух Святой. Правда, что непонятно. Тут уже, так сказать, она и туда, и сюда. Так случилось. Это вообще что-то невероятное. Я попал в секцию как раз с этой Квань. Не Квань. Это же это, что Зоица повезло невероятнейшим образом. Ну, естественно, я попытался задать некоторые вопросы ей. Это было, кстати, интересное заседание на секции. Все гробовое молчание. И говорил только она, вот и я. Ни к чему это, конечно, не привело. Она просто взрывалась и говорила, вот это так, вот и все. И больше никак. Почему? А не почему, это так и все. Квань, инь, что вы еще хотите? В общем, была довольно трагикомическая ситуация, я вам скажу. Действительно, трагикомическая ситуация. Ну, если бы просто хотелось смеяться над этой, простите меня, все-таки сумасшедшей, мне кажется. Вот. С другой стороны, это же трагедия, которая разделяет, знаете, какая буря была, восторга всей женской части ассамблеи, и если бы только женской. Эти мужчины уже подхлопывают женщинам. Если не будут подхлопывать, то им на орехи достанется. Вот так. И они подхлопывают, да, и я ваша тетя, да, да, то есть я ваша дядя, извините, я тут ошибся. Вот такая вот ситуация, которая проявилась особенно откровенно, да, на этой ассамблее, ассамблее.